Гродзенская в области и провинции Ганьсу Китайской Народной Республики знаходят все больше кропок взаимодействия и активно развивают межрегиональное супрацовнество. Такую думку выказал старшиня Гродзенского облаконкама подчас онлайн-видоконференции с керауниством Китайской провинции, присвященной 15-ти годе установления партнерских относин по межрегионам. Баки подтвердили взаимную нацеленность на продолжение умоцования усибакового супрацовнества под писанием плана мероприемства на 2022-2023 годы. 15 лет установления партнерских отношений между провинцией Ганьсу и Гродзенской областью. И это замечательный повод еще раз оглянуться назад и оценить то, что было сделано за эти годы. А главное, сегодня был согласован и подписан конкретный план действий на 2022-2023 годы. План, который наполнен конкретными мероприятиями, конкретными проектами. Мы еще раз подтвердили, что за эти годы установились действительно побратимские отношения. Мы знаем друг друга и пришло время углубить нашу интернацию. Как было отзначено метаподписание межрегионального плана помеж Гродзенской и Ганьсу, стимулявание развития практического супрацовнества по всех напрямках. Владимир Кораник додал, что реализация всех пунктов документа, которые, включая широкие мероприемства и проектов, послужат штуршком для того, как товарооборот помеж нашими регионами вымирался не миллионами долларов, а десятками миллионов. Дополнительно поработаны те сферы, где, наверное, еще сотрудничество не так активно развивается, как нам хотелось бы. Это и сельское хозяйство, туризм, это обмен технологиями, традиционная китайская медицина. Мы еще раз сегодня констатировали, что у нас очень, несмотря на географическую удаленность, несмотря на то, что, как многие говорят, различный менталитет, у нас очень много точек соприкосновения, у нас очень много областей для взаимовыгодного сотрудничества, а главное – понимание о том, что только вместе мы можем преодолеть современные вызовы и проблемы. Как было означено развитие супрацовнества, садянничшее установление Побратимских совязей по межгородам Гродинской области и провинции Ганьсу. Это особливо актуально в год регионов Китайской Народной Республики и Республики Беларусь, яким объявлены 2022. Процесс установления Побратимских относинов – идея достатково активна. До приклада у стады про працовки погоднений об установлении супрацовнества по меж Новогродским районам и китайским городам Дуньхуан. Гродинская область, у них договор по Побратимских отношениям только с провинцией Ганьсю, но и с провинцией Хайнан. Город Гродно подписал договор по Побратимских отношениям с центром провинции Ганьсю. И мы видим, что интерес именно к региональному сотрудничеству растет. И я уверен, что, наверное, это тот путь, к которому надо идти. Потому что межрегиональное взаимодействие, когда люди конкретно на местах, когда они быстрее договариваются, они быстрее понимают потребности друг друга. Мы, наша задача, и это подтвердили сотрудники посольства, обеспечить сопровождение и реализацию этой доверенности, какую-то юридическую и финансовую поддержку. Но я уверен, учитывая трудолюбие китайского народа, трудолюбие наших людей, если мы создадим условия, они очень быстро найдут точки взаимодействия, очень быстро договорятся между собой. Продолжение следует...